Уважаемый Владимир Федорович, уважаемые депутаты, приглашенные на ваше рассмотрение представлен проект решения о внесении изменений в решение Совета депутатов Раменского муниципального района, о бюджете Раменского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период с 2018 и 2019 годов. Совет районных депутатов 21 февраля рассмотрел вопрос изменения бюджета области. Был утвержден общий объем бюджета, межбюджетные трансферты, расходы и доходы. Дефицит бюджета на 2017 год предлагается утвердить в сумме 500 млн 352 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета на 2018 год в сумме 6 млрд 692 млн 808 тысяч рублей и на 2019 год в сумме 6 млрд 858 млн 621 тысяч рублей. Произошла корректировка ряда статей бюджета в связи с определением позиций Московской области по финансированию ряда программ. Вообще вся хозяйственная и социальная деятельность района в части финансирования базируется на муниципальных и областных программах и федеральных программах. Эти программы распространяются на все важнейшие отрасли. Это и народное образование, прежде всего, здравоохранение, социальная политика, молодежная сфера, ЖКХ и так далее и тому подобное. И вот бюджетный процесс, он достаточно сложный и уточнились позиции, связанные с финансированием ряда программ. И сегодня соответствующий комитет по бюджету и налоговой политике администрации районского муниципального района вынес конкретные предложения. Депутаты их рассмотрели и было принято решение с этими изменениями согласиться. Изменения бюджета коснутся финансирования строительства школ в Раменском районе. В связи с этим депутаты рассмотрели программу образования области на 2017-2025 годы. Программа вошла в строительство школы на 825 мест на земельном участке, находящемся в собственности Московской области. По адресу город Раменское, улица Левашова, военный городок номер 3. С целью выполнения вышеуказанного постановления администрации района получено согласование Министерства образования Московской области и Министерства имущественных отношений Московской области на передачу имущества, расположенного на этом земельном участке, и самого земельного участка в муниципальную собственность Раменского муниципального района. Идет разговор о земельном участке, на котором раньше располагалась в районе Холодова ВЧ. Она прекратила свое существование. И собственно по всем канонам этот земельный участок должен бы остаться у нас в городе, тем более это центр муниципальной собственности. Но область решила по-другому и сделала этот участок собственностью Московской области. Вот мы на протяжении двух лет, если не ошибаюсь, пытались истребовать обратно этот участок, причем для конкретного целевого назначения, по строительству школы. Но вот наконец-то к этому мы подошли. Область не возражает передать нам этот участок, а мы не возражаем с вами его принять. Вот и все недолго. Четыре объекта попали в областную программу строительства школ в районе. Главная задача – решить проблему второй смены и обеспечить новые микрорайоны образовательными учреждениями. Андрей Милентьев, Алексей Гущин. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...